Традиции общественно полезного труда вот уже без малого века. Сегодня субботники актуальны, как и десятки лет назад. Каждое весной множество неравнодушных людей собираются сообща, чтобы очистить от мусора и облагородить окрестности, а тем самым подать пример окружающим. Во всех уголках Щелковского района проходит субботник. Присоединились к акции глава городского поселения Щелково и депутаты городского совета депутатов. Несмотря на то, что порядок в Щелкове поддерживается круглогодично, фронт работ после периода зимних холодов весьма обширен. Очистить город от мусора – общая задача. Так, вооружившись инвентарем, участники принялись за уборку. Для эффективности рассредоточились по разным площадкам городского поселения. Нам помогают спортсмены, депутаты. Жители вышли и общими усилиями организовали субботник. Пять площадок депутатов возглавили. В парке большое количество депутатов проводит субботник. Ну и мы вышли по просьбе жителей на территорию Образцова. Субботник проходит очень активно. В настоящее время все работы уже почти завершены. И мы тоже заканчиваем. Остались в последнем мешке. Занимались сегодня уборкой от листвы. И, в общем-то, довольно-таки дружно все получилось, активно. Убирались во дворах и на улицах, облагораживая город. Заметно преобразился и парк культуры и отдыха. На субботник, как на праздник, на уборку территории вышли неравнодушные жители. Так, в поселке Образцово общими усилиями удалось очистить склон к реке Клязьма. Важно, чтобы нас окружала чистая природа, чтобы не было грязи. Соответственно, это и было основным мотивом для участия. Для щелковцев субботник это возможность не только поработать граблями, но и в неформальной обстановке пообщаться с первыми лицами, рассказать о проблемах. Так, жители поселка Образцово обратились к главе городского поселения с вопросом относительно ситуации сгоревших домов вдоль улицы Садовая. Также крайне беспокоит ситуация с очисткой водоема рыбхоза. Ряд вопросов, которые возник у них по территории, это вот то безобразие, как я считаю, которое происходит здесь, очистит как-то водоем, соединяет его с руслом реки Клязьма, она федеральная река. Мы с этим обязательно разберемся. Они уже на прием ко мне приходили с этим вопросом. Сегодня мы наяву увидел я сам, как это все происходит. Запросил в земельном отделе у нас договор аренды. Собственник, что планирует делать, в каком виде. У жителей здесь всегда была зона отдыха. Немало вопросов относительно строительства коттеджей вдоль реки Уча. Как утверждают местные жители, в этом месте река неоднократно засорялась строительным мусором. Кроме того, от строительства пострадало излюбленное место отдыха жителей – берег. Строительный мусор заваливает русло реки, засыпано кучей мусора непонятного какого. Кто им выделял, как, будем с этим разбираться обязательно. Сейчас на комиссию отправим по земельному контролю суда. Также напишем во все службы, надзирающие, как Адамтехнадзор, природоохранная прокуратура. Потому что необходимо помочь. У них всегда здесь был пляж, ну, как обычно, пляж там, где они купаются. Если вот сейчас они готовы здесь организовать действительно зону отдыха, мы попробуем его и узаконить, и так, чтобы больше никто его не трогал, и содержать в надлежащем виде. Уже дошло до того, что строительный мусор начали складывать в реку, просто сваливать. Приехал бульдозер, который, весь этот мусор в реку, соответственно, пляж сейчас уже, к лету неизвестно, что будет. Сейчас мы стоим на том месте, где раньше была трава, где постоянно приходили, приезжали люди, проводили выходные дни, стелились, покрывало, загорали. Сейчас, соответственно, здесь даже просто ходить невозможно. Анна Балиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!